14 марта 2021 года свой замечательный юбилей 90 лет со дня рождения отмечает ветеран педагогического труда, бывший директор средней общеобразовательной школы номер 7 поселка Майский Виктор Иванович Нестеренко. В связи с этим событием в адрес Виктора Ивановича прозвучали и будут звучать немало теплых слов от многочисленных гостей, представителей власти, коллег, друзей и близких. Свою признательность за многолетнюю безопречную работу и личный вклад в развитие образования Кашхабльского района выразил глава районной администрации Заур Хамирзов. Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой и вручил цветы и поздравительные письма от президента Российской Федерации, главы Республики Адыгея и администрации Кашхабльского района. С предстоящим замечательным праздником Виктора Ивановича Нестеренко поздравил и также вручил подарок председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. О жизненном пути этого удивительного человека мы вам расскажем в следующем материале. В жизни каждого человека происходит много радостных событий. Некоторые даты, такие как день рождения или день свадьбы, принято отмечать ежегодно, но особо торжественно отмечают юбилеи. 14 марта свой 90-летний юбилей отметит замечательный и всеми уважаемый человек. Педагог с большой буквы, талантливый руководитель, ветеран педагогического труда, бывший директор СОЖ номер 7 поселка Майский Виктор Иванович Нестеренко. В таком возрасте к знаменательной дате относятся с особым трепетом, ведь позади осталась значительная часть жизненного пути. Расскажите нам, пожалуйста, откуда вы вообще родом, где вы родились, где учились? Так, значит, откуда я родом? Я, по сути, здесь родился вот в этом совхозе. Совхоз он по-разному назывался. Я 31-го года рождения. Приехали мои родители сюда, тут не осваивалась только территория. Где-то в 30-х годах приехали. Здесь никакой власти не было, никаких, никакого тут ни больницы, ни школы, ничего буквально не было. И вот мат мне говорит, вот последнее время, когда она еще жива была, сказала, что она меня родила 8 марта. А в документе у меня написано, что я 14 марта. Почему? Потому что она родилась здесь. Надо было ехать и регистрировать куда-то, в район. Вот ни автобусов, никакого транспорта не было. Дорога была бита, такая гравием насыпанная, кашлябли, сюда ехать. Это страшное дело. И вот в связи с этим она на неделю записала меня позже, чтобы не оштрафовали. Там же надо было в течение месяца после рождения зарегистрировать ребенка. Поэтому я вот здесь вот родился. Школы никакой не было. У меня старшая сестра и старший брат. Вот старшая сестра, я знаю, Зина, она 4 года старше меня, ее царство небесное, ее уже нет. Так она училась в первом классе в станице Дундуковской. Там моей матери брат жил. И вот, чтобы в школу ее первой классе учиться, мы ее отправили. Она там жила у дядьки у этого и ходила в школу. Потому что здесь школы не было. И старший брат также. Я не знаю, школа появилась. Там начальная школа. Вот я начальную школу здесь закончил. Четвертый класс закончил здесь. В пятый класс надо было ходить. Пятого класса не было. Представляете, четвертого класса ученика я вынужден ходить на Терновскую школу. Вот такой мальчишка, ну, после четвертого класса. Ну, не я один, тут еще другие же были люди. Походил я на Терновскую школу. Никто не подвозил. Никто не беспокоил. Хочешь в школу, ходи. Не хочешь, не ходи. Никто никого не предлагал, не заставлял, не принуждал, ничего. Вот пешком ходил. Вот такой мальчишка ходил. И дождичек, и снег, и непогода, и ветер. Вот, иду туда. Походил где-то около месяца. Около месяца походил. Говорят, в элите открыли семилетнюю школу. То есть, а семилетняя школа начинается с пятого класса. Пятый, что зовут? Пятый класс. Родители собрали, а здания нет, учиться негде. Вот здесь барак был такой длинный, Сережа помнит, барак длинный. Выделили две комнаты. Вот такие длинные коридоры. Комнаты, комнаты, комнаты. Это вообще житие было. Две комнаты выделили. Вот это у вас будет класс. Ни мебели, ни парты, ни стула. Ничего не было. Вот хотите для своих детей побеспокоитесь. И вот кто, что мог. Здесь вот жил сосед, такой тоже, в пятый класс ходил. Он принес какой-то этот самый стол, сбитый из досок. Такой, как топчан какой-то. А я принес лавку такую. Вот мы с ним двоем так сидели. Вот так начинался пятый класс. Здесь был пятый класс. А там, где вот сейчас вот старая школа, здесь спортзал был. Там здание было, бывший детский сад. Там была начальная школа. И вот оттуда учителя идут. Мы слышим звонок там. Тетя Лоша звонит на урок. Учительница с этим, с классным журналом. Идиот сюда в этот класс. В общем, закончил седьмой класс. Седьмой класс закончил здесь, в Элите. Снова на Тырвово. Средней школы не было. На Тырвовской школе учился три года. Три года. Восьмой, девятый, десятый класс. Каждый день, в восемь часов начала занятия, каждый день поднимаемся рано утром и пешочком идем. А с сентября, уже осень, и дождик идет, а потом снег пошел, и все пошел. И вот таких три года. Вот восемь, десять классов закончил в Натырвовской школе. А после школы? Вот. В пятьдесят первом году я закончил среднюю школу. В этом же году поступил в Майковский учительский институт. Майковский учительский институт на факультет, физико-математический факультет. Хотел поступить в военное училище, хотел летчиком быть. А когда уже повестку прислали для отправки в училище, комиссия была, и все-таки я комиссию не прошел. А комиссию мне рекомендовали любое военное училище выбирать, кроме летного и морского. То есть, что-то я не знаю еще. А я, нет никакого училища, я не хочу, кроме летчиком хотел быть. Ну, тогда идите свободы. Я пошел в институт, поступил. Учительский институт. Учительский институт закончил. Здесь у нас в Илите семилетняя школа. Это я закончил в 1953 году. Меня по направлению направляли, тогда же направляли после учебного заведения, в распоряжение Камчатского облана. Я приехал домой, матери рассказывают. Мама, меня посылают на работу на Камчатку. Она подумала, подумала, никуда ты не поедешь. Почему я никуда не поеду? Я же, меня направили, я же, государство учило меня стипендию туда-сюда. Я же, я должен отработать какой-то срок. Никуда ты не поедешь. Я умру. Это сейчас самолет сел, через сколько-то часов уже там на месте будешь. Я умру, ты не успеешь, не приедешь меня хоронить. Ну, раз мать сказала, не поеду, значит, думаю, как же я. Я сказала, не поеду. Пришел в институт. Заявил, сказал, что я не поеду. Потому что мать у меня больная. Уже, уже, скажешь, я ее не могу бросить. Ну, там была целая история. Принуждали меня, заставляли. Но все-таки я не поехал. Вот поступил, значит, меня приняли здесь в эту местную семилетнюю школу. А в 53-м году наша семилетняя школа по приказу была переведена в среднюю. То есть ученики седьмого класса пошли в восьмой класс. Вот так я попал сюда, в школу, вот, учителем. Один год поработал учителем. Мне прислали повестку в армию. Наш директор школы здесь был, Хорошев Юрий Сергеевич. Военкомат, как же учительный, учебный год начался. Учить некому детей сюда. Мне еще отсрочку дали. Второй учебный год начинается, 54-й год. Снова повестку прислали. Уже, значит, нашего директора я не знаю, или его не было, или никуда. Некому было за меня походатайствовать. Меня призвали в армию. Я в армии три года служил. После армии приехал домой. Но поступил уже в Майкопский учительский институт. Перевели в педагогический институт. То есть учительский институт давал незаконченное высшее образование и готовил учителей семилетней школы. А педагогический институт – это учителей средней школы. Я поступил там по льготным условиям. Позвал пединститут на физмат. И вот закончил пединститут. У меня два диплома сейчас. В 1991 году Виктор Иванович ушел на заслуженный отдых. Стаж его педагогической работы составляет 44 года. 35 из них в качестве директора своей родной школы. Этот человек сделал все возможное и невозможное, чтобы дети поселка могли получить достойное образование в комфортных условиях. Его твердая уверенность в себе, огромное желание раньше обозначенного срока открыть большую, новую светлую школу, помогли ему воплотить в жизнь все свои идеи. За неоценимый вклад в открытие школы Виктора Ивановича Нестеренко по сей день благодарят. Работал учителем, потом назначили меня директором школы с 1 января 59 года. 1 января 59 года. И сколько лет вы проработали директором школы? Директором школы я проработал без перерыва 35 лет. И я сколько работал здесь, 12 лет в этих условиях проработал, все время добивался, писал письма, ездил к нашим руководителям. У нас завод и фирма сельничной культуры были. У нас свое управление было в Краснодаре. Я к управляющим этим ездил. Сколько письма писал, все. От родителей ходатайся, что надо было школу строить. А совхоз развивался, развивался, развивался. И в каком году вы тут построили? Рабочек не хватало. Рабочек не хватало. Наконец-то выделили деньги. А потом же школу строим на 960 мест. Там кабинеты физики, кабинет биологии, кабинет химии. Вот что-то, столовая на 120 мест, спортивный зал. Все. Что нужно, библиотека, что должно быть, какие требования были. В то время нам дали хозяйственным способом деньги выделить. Я до сих пор помню, 550 тысяч. Вот проектная стоимость школы на 960 мест, трехэтажное здание, что сейчас, 550 тысяч выделили. А сколько лет длилась стройка? Стройка длилась где-то чуть больше года. В нашей школе каждое перекрытие, каждая батарея, каждый, значит, все-все знает меня. Меня знает. Потому что все доставал я. Я кроме крепечений доставал, кроме там песок, глину, там, все такое строительные материалы. А все остальное, все доставал, ездил по всему смету, доставал оборудование. Мне помогли секретарь обкома партии был Маракуша Анатолий Кириллович. Вы, конечно, не знаете его. Он от нашего округа баллотировался в областной совет депутатов. Тогда АДЕ входил в состав Краснодарского края. И вот он приехал на встречу к избирателям. И меня назначили доверимым лицом. И вот у нас старый клуб был, полный клуб людей. Я выступал и говорил, я говорю, Анатолий Кириллович, вот вы наш депутат. Я призываю население все прийти на избирательный участок, отдать за вас голос. Мы вас изберем. Но мы сейчас начали строить школу, только котлован вырели. Еще я не знаю, какие будут проблемы, но они обязательно будут. Я вас прошу, чтобы вы, как депутат областного совета, взяли под свой контроль строительство нашей школы. Так в каком году официальное открытие было в школе? Открытие было 1 сентября 1972 года. Открытие было. Школу мы перестроили. Перестроили. И вот в школе сейчас у нас вы, да вы были, наверное, в паркет. Дальше. Какую перестройку сделали? В школе по проекту не положено было актового зала. Вот удивительно. Школа на 960 мест, актового зала нет. А планировалось там каким образом спортивный зал, он же и актовый зал. Я ездил по всей области, в Краснодарском крае, по школам, везде посмотрел. Внес продолжение, давай сделаем. На первом этаже там планировался по проекту кабинет биологии. Вот это большой зал здесь, здесь цветы должны стоять и кабинет биологии. Мы передвинули перегородку, сделали, сделали актовый зал на 120 мест. В 1972 году открытие школы, вот наша школа красавица. Вот это я, директор школы, это вот секретарь парткома, это вот, захватил это, из обкома профсоюза, там, по-моему, что-то из Майкопа, женщина. Вот памятная фотография. Это начало учебного года, я не помню, какого начала учебного, это вот я выступаю перед школой, вот, перед школой, поздравляю с началом учеников. Виктор Иванович служит примером не только как профессионал своего дела, но и как замечательный семейник. Со своей прекрасной супругой по совместительству коллегой, тоже ветераном педагогического труда, обладателем ордена знак почета, любовью Ивановной вырастили и воспитали в любви и согласии троих достойных сыновей. Подводя итоги прожитого, считаю, что жизнь на 100% удалась, отмечает именинник. Я считаю, что я, вот сейчас уже у меня юбилей, 90 лет, как говорится, в таком возрасте надо уже подводить итоги своей жизни. Я уже их подвел, эти итоги, и считаю, что моя жизнь на 100% состоялась. Я вырастил троих детей, три сына. Все сыны имеют ученую степень, кроме того, что они школу закончили. Два из них сына имеют золотой медалью. Старший сын, вот Сережа и учился вместе, единственную четверку по русскому языку поставила мать. Мать поставила, вот я уже знаю, поставила ему четыре. Во-первых, не по-русскому, а по литературе. Или по литературе. Другим ученикам мы там помогаем как-то что-то, это не секрет. Учителя смеялись, Любовь Ванна, ну что же вы, своему сыну, он не тянет, он не тянет до пятер. Но в то время, когда закончили школу, в каком выгоду закончили, вот, в то время были только золотые медали, а серебряных не было. Если бы серебряная была, то была бы ему серебряная медаль. А так никакой медали нет. Так он закончил политехнический институт, после этого закончил аспирантуру, защитил диссертацию. И сейчас кандидат технических наук. Второй сын, золотой медалью Игоря закончил нашу школу, поступил в Краснодарский или Кубанский медицинский институт. С отличием закончил, получил красный диплом. Один год поработал в ИНИМИ, хирургом, потом поступил в московскую аспирантуру. Там закончил аспирантуру, защитил диссертацию. Как он, кандидат, кандидат наук, кандидат наук медицинских. Его назначили, он был руководителем центра трансплантации города Москвы. Сейчас реорганизацию, сейчас эту организацию закрыли. И сейчас он работает доктором, вернее, хирургом, трансплантологом. Делает сложнейшие операции, пересадки почек. Он не лечит людей, а спасает людей. Там столько больных, которым надо заменить почку. И вот эти сложнейшие операции он делает в больнице Боткин. Боткинская больница. И он защитил уже докторскую диссертацию. Мы с Любовь Ивановной женой были на защите докторской диссертации в Москве. Это какая прелесть. Сейчас он доктор медицинских наук и еще профессор. Третий сын. Тоже золотой медалью в школу закончил. Поступил в Москву в конкурсный экзамен. С первого экзамена сдал экзамен на пятерку. Институт тонкой химической технологии. Или институт тонкой химии. Нет, технической имени. Или технологии. А параллельно, уже на последних курсах, параллельно открывался факультет банковских работников. Готовили для города Москвы. И вот в начале там конкурс на этот факультет. Конкурс был там то сын ректора, то декана, то сват, друг. Таких там небольшая группа, где-то 15-20 человек. Его не зачистить. Там нужно требовать, чтобы он отличник был, во-первых, по всем предметам. Отличник. Чтобы был активист. А он был как раз комсорг в этой группе. Участвовал у нас в такой артистического плана. Он и стихи там читал, и вообще самодеятельность участвовал. Вообще активный такой парень. По всем вопросам подходит. А его не зачислили. Говорят, вы не москвич. Он тогда, обидевшись, пошел к юристу проконсультироваться. Правильная аргументация? Конечно, его не зачислили. Юрист высушил, и говорит, неправильно. Вы поступили в институт, у вас паспорт есть? Есть. Там штамп стоит. Зарегистрирован гражданин города Москвы, вот с такого-то, с первого сентября, по такой-то, когда заканчивается институт. Через там шесть лет или там сколько-то. Вот заканчивается. А сейчас какой год? Еще два года вам москвичом быть. Вы москвич. Поэтому аргументация, это неправильно. Пишите заявление на спорная комиссия. Он написал заявление. Там заседание, действительно, по всем вопросам. Он подходит, а тут, оказывается, он и москвич. Вот пришлось кого-то там отчислять. И ему угрозы пошли. Отлично, мы посмотрим, как ты будешь учиться, как будешь учиться. А он закончил институт с красным дипломом. Вот, и закончил вот эти курсы в факультете. Экономические. Его оставили в этом же институте на кафедре этого факультета, который он его открыли. Вот он там еще поработал, как отличника. А потом перешел в этот, закончил аспирантуру и сейчас кандидат экономических наук. Потом после этого закончил там высшие-высшие какие-то экономические курсы. В Сколково. В Сколково, высшие экономические курсы, где преподаватели были зарубежные, там очень сложно делать. Сейчас работает в банке заместитель, председатель правления банка. Работает успешно, очень хорошо все. Считаю, что жизнь моя состоялась очень хорошо. Детей вырастил сейчас, они все два сына в Москве и работают, и квартиры у них там, и все условия, все есть на хорошем, почетных местах. Все большую пользу приносят и стране, и себе, и нам помогают. А первый сын, самый старший сын, был в Невиномирске, был много лет директором, генеральным директором маслозавода. Мы не могли упустить такую возможность и не поговорить и с самой Любовью Ивановной. Любовь Ивановна, в каком году вы познакомились со своим мужем, когда поженились? Познакомились мы в 1958 году. И на первом свидании он, после первого поцелуя, сказал мне, «Ты выйдешь за меня замуж на первом свидании? Выйдешь, значит, мы продолжаем встречаться». Может, странным покажется вот обилие икон. У нас Игорь, тот, который в Москве пересаживает почки, он любит, настолько любит путешествование. Ну, во-первых, он по всему миру с лекциями ездил. И где бывает, в монастырях бывает, и обязательно оттуда привозят. «Мама, я вот из этого». А это вообще любимый его святой, крымский Лука, он же врач был. Вот. И это тоже, все это Игорь привозил. А это, в 50 лет мы с мужем повенчались. И вот, где мы венчались, чем нас венчали, там тоже Сережа наградил. 55 лет своей жизни эта женщина посвятила школе. Она была учителем русского языка и литературы. Все это время она опиралась на надежное плечо супруга. Он всегда был ее поддержкой. Больше всего Любовь Нестеренко ценит такую черту характера в своем муже, как верность. За 62 года совместной счастливой жизни она ни разу не пожалела о своем выборе. И в день его рождения она в первую очередь желает ему и дальше быть в здравии. Ведь вся ее жизнь заключена в любимом и родном человеке. Как было отмечено ранее, учит и Нестеренко три сына, которые подарили им четырех внучек, двоих внуков и одну правнучку. Одни ими очень гордятся. Большой удачей в своей жизни Виктор Иванович считает встречу и брак со своей супругой. Мне в жизни повезло. Я благодарен своей судьбе, что ее встретил. Вот такую красавицу Любовь Ивановна. Мы с ней вместе работали в школе. Я на нее опирался. Она помогала мне, показывала образец работы. Вот любого населения у нас в Саввозе, спросить старших. Говорят, элитовская школа это ассоциирует, как это Любовь Ивановна из деревьев. Виктор Иванович построил целую школу, воспитал троих сыновей и шестерых внуков, посадил множество деревьев, а еще обучил сотни ребятишек, вложил доброе и светлое в сотни детских сердец. Этот человек является почетным жителем поселка Майского. Этим званием он очень гордится и дорожит. Хочется пожелать имениннику и его супруге долгих лет жизни, здоровья и счастья. Натуся Кчмезова, Сергей Лопынцев, Новости Кашхабльского района.